Книга «Открытым оком», 2-й том. Тема «Будущая мира. Страшный суд». Вопрос 617. «Все наши тайные грехи станут явными для всех на страшном суде. А грехи, которые были до крещения или исповеданные перед Богом, тоже всем откроются?» Отвечает Игнатий Тихоныч Лапкин. Исайя 43, 25. «Я, я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого и грехов твоих не помяну». Бог обещает все наши грехи бросить за себя. Это мы читаем в Исайи 38, 17 стихе. «Вот во благо мне была сильная горесть, и ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой». «Все, что было до крещения, прощено, и Бог этого уже не ставит вину». Но Писание говорит, 2-й калифинам 5, 10. «Ибо всем нам должно явиться перед судилища Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Получается, как бы такая картина, что перед всей вселенной все наши дела, прощенные до крещения и на исповеди, снова будут явлены, но под другим углом зрения будут они видимы. «За каждый грех возмездие – смерть» Римлянам 6, 23. «И за каждый грех Христос умер». Евреям 9, 2, 2. «Да и все почти по закону очищаются кровью, и без пролития крови не бывает прощения». Поэтому вся вселенная, и это по совести, должна будет видеть величие и заслуг Христа, за какие грехи он умер, кому и что простил. Неисповеданные грехи будут отомщены. «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный!» А грехи прощенные явят величие победы, спасителя его милости и его любви. Когда человек амнистирует, то читается его дело, и что все это ему прощается.